Всем привет! У меня сегодня новое видео. Сегодня хочу рассказать вам о тех ароматах, которые мне наиболее понравились из всех тех пробников, которые мне подарили на выставке Exsans. Если вы не знаете, о чем я говорю, то я оставлю внизу в инфобоксе видео о выставке Exsans, которая пришла в Милане. Самая большая в мире выставка нишевой парфюмерии. И в общем, это все те пробники, которые мне там подарили. То есть у этих пробников есть большой шанс превратиться в полноценный флакон. Я начну с первого аромата до... я не помню сколько здесь у меня, но это не по порядку. Самые понравившиеся до менее понравившиеся. Мне они все понравились по разным причинам. Это разные все ароматы. Понравились они мне все одинаково. Итак, начиная с первого аромата. Это Francesco Deloro и аромат называется Vanille 800. 8 утра. Солнечные ноты, груша, розовый перец, мандарин, миндаль, пион, абсолют ванили, амброксан, мускус, тонко и экстракт белого кедра. Чем мне понравился вот этот вот аромат? Тем, что... ну, во-первых, таких ароматов будет 4 в бренде. Сейчас их 2. Сейчас вышел ваниль 0800, то есть 8 утра и вышел 12 дня ваниль. Еще будет 2 ванили. Ну, в общем, дневное время и вечернее время. Вот этот аромат у меня здесь. Чем он мне понравился? Тем, что здесь есть ваниль. Да, но здесь ваниль, она такая, знаете, на самом деле, вот такая для 8 утра. То есть ваниль здесь чувствуется, все здесь есть. Но это все легко и приятно. То есть ваниль, ну, мы знаем, что ваниль иногда бывает очень яркая. Она такая бывает даже хищная, можно сказать. Здесь это не ваниль, которая будет яркая, которая будет хищная. Здесь ваниль с цветами, здесь ваниль с мускусом, здесь ваниль более легкая. Она более уместная для работы утром, для учебы, даже там выйти, не знаю, в магазин или по делам. То есть вот это та ваниль, которая, как мне кажется, уместна, если вы боитесь, например, ванилью задушить кого-то. Очень-очень хороший аромат, очень мне понравился. Следующий аромат это аромат от Атрине Матери и называется он Седр Фигалия. И вот у меня здесь этот аромат. Здесь базилик, бергамот, олспайс, лист фиги, мате, шпинат. Не так много ароматов, в которых есть шпинат, правда? Кедр, фига и сухое дерево. И чем мне понравился этот аромат? Во-первых, я люблю фигу. Я очень люблю фигу под разными ее соусами. Здесь, что мне понравилось абсолютно в этом аромате, это то, что сюда не добавили кокос. Не добавили кокос для того, чтобы сделать такую, знаете, лактонность, молочность. То есть очень часто, где есть фига, где есть фиговый лист, добавляют именно для вот этой вот лактонности, сладости, кокосовое молоко, либо кокос. Здесь этого ничего нет. Здесь фига, зеленая фига, зеленый лист и сама вот эта вот мякоть фиги. И аромат, он вообще очень-очень зеленый. Вы его ощущаете как очень зеленый аромат, но это именно та фига, которая мне нравится, потому что здесь вы ощущаете действительно фигу. Вы не ощущаете кокосовость, вы не ощущаете лактонность. То есть вы ощущаете естественный фрукт и естественные вот эти листья, которые очень классные. Очень все вкусно, классно сделано. И это абсолютный унисекс, прекрасный, прекрасный аромат. У него есть стойкость, у него есть шлейфовость. В общем, мне он очень-очень нравится. Следующий аромат из... Кстати, одну секунду я выпью воду и продолжу. Значит, аромат от бренда Электимус. Я об этом бренде слышала, но, к сожалению, у меня не так, чтобы было очень много возможностей протестировать этот бренд. Потому что, ну, не так много есть мест, где он продается, где я могу его протестировать. У меня этот аромат, который называется Mercurial Cashmere. И в этом аромате есть кардамон, бергамот, розовый перец, тубероза, ирис, серая анбра, фиалка, карамель, ваниль, кашмировое дерево, бобы тонка, мускус, кедр и уд. Нужно сказать, что ни вот этого уда я его не слышу здесь, потому что мне обычно уда не нравится, но в этом аромате нет ничего такого, чтобы мне не нравилось. Этот аромат только что упал, ну и ничего страшного, потому что, как вы знаете, я делаю видео на четырех. В языках я уже сделала три видео, это последнее видео, поэтому этим ароматом я уже обрызгана с ног до головы практически. Ну и плюс ко всему я его еще и тестировала до этого. Значит, что мне очень понравилось в этом аромате? Этот аромат, он как-то, знаете, таким цитрусово-живеньким открывается. Потом он как-то переходит в такую более спокойную обстановку. Он, этот аромат, он мне понравился тем, что он не выпирает. Он такой, знаете, как бы сказать, не так давно, в прошлом году, я сделала видео на тему, которая была очень популярная, тихий люкс. Вот мне кажется, этот аромат, это как раз вот из ароматов для тихого люкса. То есть, вы слышите, что этот аромат классный, что он классно сделан, что у него очень супер классные качественные ингредиенты. Но этот аромат, он не выпирает, он не кричит. Это не тот аромат, знаете, как, например, бакара, дорогой аромат, который кричит. Я бакара, вы его чувствуете. Вы чувствуете, что этот аромат не дешевый, но он как бы позади вас, он как бы ваша тень. Мне, по ощущениям, он напоминает какое-то, знаете, очень классное теплое кашлеровое одеяло, в которое вы закутываетесь. И все так очень дорого, красиво и очень приятно. Вот у меня такая ассоциация с этим ароматом. Очень хорошо сбалансированный, красивый аромат. Вроде бы, как в нем ничего такого классного, такого вау. Вау-фактора здесь нет. Но вот что-то в нем есть, что притягивает к этому аромату однозначно. Следующий аромат. Этот аромат, это абсолютное открытие. Постараюсь не упустить этот пробник вниз. Это бренд, который называется Free Shape Milano. Это миланский бренд и называется он 1111. Прекраснейший аромат, супер классный унисекс, абсолютный унисекс аромат. И в этом аромате прекрасно все. Во-первых, мне очень нравятся унисексовые ароматы. Если вам нет, ну, есть шанс, что этот аромат вам не понравится так уж сильно. Что мне в этом аромате очень нравится? Сейчас я вам расскажу про ноты. Лайм, бергамот, гуава, артемизия, имбирь, водные ноты, мята, цветок лимона, жасмин, кардамон, мускус амбра, ветивер, корень ириса, фруктовые древесные ноты. Значит, фруктовые древесные ноты, особенно фруктовые ноты, не ожидайте этого аромата сладости. Не ожидайте от этого аромата фруктовую корзину, либо фруктовую тарелку. Ну, нет здесь такого. Этот аромат, он очень зеленый, он раскрывается зеленым, он раскрывается очень сочным. Здесь есть мята. То есть, этот аромат, он свежий, свежий, зеленый, водянистый. Это, мне кажется, самые главные характеристики этого аромата. Он мне представляется идеальным для жаркого, очень жаркого дня, в котором не только жарко, еще есть очень сильная влажность. Когда влажность и жара, такие ароматы, это просто спасение. Супер унисекс, зеленый, увлажняющий, очень-очень классный. Прекрасно сделан. Мне он нравится. Правда, очень сильно нравится. Кстати, флакон этого аромата тоже поражает воображение, особенно его крышка. Следующий аромат, и этот аромат, мы абсолютно в другом уже сейчас месте. Это Nero Cacao от Zero Molecule. Вот такой у меня аромат. Этот аромат, если вы не любите гурманские ароматы, то стойте от него подальше. А вообще лучше даже и не стойте, даже подальше, просто куда-то очень сильно далеко от него отойдите. Если вы знаете аромат от Montal, который называется Chocolate Gritty, вот они, ну, как бы немножечко похожи, как мне кажется, с этим ароматом. Chocolate Gritty, и это я вам говорю, как человек, который 100 мл Chocolate Gritty уничтожил на себя. Chocolate Gritty, он бывает, он может быть очень таким, знаете, особенно когда вы постоянно им пользуетесь, постоянно, 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 от него можно устать. От этого тоже, но мне кажется, сложнее. В этом аромате четыре ноты. Шоколад, ваниль, кокос и еще апельсиновая кожура. Так вот, этот аромат, он мне напоминает, вот, знаете, такой шоколадный торт. Как если бы вы делали шоколадный торт и посыпали на него, вот, в общем, стружку, кокосовую стружку. Естественно, ванильные ноты, они идут рука об руку, потому что все-таки, ну, в торте будет и ваниль тоже. Вот, это десерт. Это десерт, это абсолютно гурманский аромат, очень классный аромат. Нужно с ним осторожнее, потому что, возможно, он переходит даже из категории гурманский, просто гурманский, в категорию съедобный гурманский. То есть, возможно, кто-то будет, если у вас, на вас будет аромат, возможно, кто-то подумает, что вы работаете в кондитерском магазине, либо в кондитерке, либо в магазине, который продает кондитерские изделия, ничего там нет плохого, если кто-то о вас так подумает. Просто, если вы не любите пахнуть очень сильно гурманско, ну, потому что есть просто гурманские ароматы, а есть ароматы вот именно гурманские съедобные. Если вы съедобным не любите пахнуть, то вот тогда подальше этого аромата держитесь. Вообще, он мне понравился, конечно же, с предыдущим ароматом, это совершенно разные ароматы, тем не менее, это вот очень интересный по-своему. Классная штука, прям вот, прям закрываешь глаза, вот так вот проводишь рукой, и перед тобой шоколадный торт с кокосовой стружкой. Следующий аромат, это, ну, одну секунду, потому что у меня здесь немножечко аромат, о котором, и вообще бренд, о котором я ничего не знала, вплоть до выставки. На выставке я познакомилась с этим брендом. Бренд называется Maison Noir, и конкретно этот аромат, который мне понравился очень, называется Icarus. Icarus 347. Здесь зеленое яблоко, дыня, красное яблоко, малина, пачули, амброксан, бутонка и мох. Очень интересный аромат, чем? Когда мы только пшикаем на себя этот аромат, у нас, прям, знаете, явно мы чувствуем зеленое яблоко. Вот это самое большое зеленое сочное яблоко, вот это вот оно, плюс малина, плюс вот фруктовая составляющая здесь просто на высоте. Очень-очень классно, очень сочно, но не могу сказать, что это съедобно. Вот это, конечно же, съедобно, яблоко это съедобно, малина это съедобно, просто с предыдущим ароматом, как там, где шоколад гурманский. Это совершенно другое направление, здесь у вас не возникает прям такого желания, знаете, съесть это все. И потом, после какого-то времени непродолжительного на самом деле, все это дело очень успокаивается, и у нас остается вот этот след, фруктовый след и мох. Мне кажется, что это очень красивый, классно сделанный аромат на каждый день, мужчинам, женщинам на каждый день. Это такой, знаете, нео-шипр, я прекрасно знаю, как сделать шипр, структуру шипра. Здесь нет всех нужных для шипра ингредиентов, но все-таки этот аромат, он такой, знаете, он все-таки мне на шипровенький похож чем-то. Очень красивый, очень спокойный, очень элегантный аромат, интересный, правда-правда интересный аромат, на каждый день просто чудесно, как мне кажется. Следующий аромат, это аромат, аромат воспоминаний, это аромат интересный для меня от бренда Лаборатория Альфа Тиво. Аромат называется Тильо Мирабелис. Этот аромат он выиграл Fifi Awards в этом году. И, значит, чем мне он понравился вообще, что такое Тильо, это липа. Здесь у нас ноты нероли, имбирь, кардамон, липовый цвет, жасмин, мускус, кашмировое дерево. Вот когда вы только пшикаете на себя вот это, вы чувствуете запах, который, если вы знаете, если вы знаете, как пахнет липа, вы узнаете этот аромат из тысяч. Потому что это липа, это та самая реалистичная липа. Когда я была маленькая, я росла в месте, где были липы. У липовых деревьев было очень много. Липа это вообще такая штука, которая цветет немножечко, так знаете, позже. Она уже цветет, знаете, такая вот поздняя весна, раннее лето. И когда липа цветет, этим липовым запахом пропитывается каждый сантиметр. Все пропитывается. Вы не можете этого запаха никуда убежать. Он с вами, он вокруг вас. И это так классно. Но это нужно любить, потому что это очень такой, знаете, яркий запах. Липовый запах, это яркий запах. Это такой индольный запах. И, ну, мне он очень нравится. Мне он напоминает именно о детстве. Вот эти вот липовые запахи. Это классно. Если вы ищете реалистичную липу, не ищите больше, вы ее нашли. Это реалистичная, классная, липовая композиция. Очень прекрасная. Очень-очень классная. Единственная. Я думаю, что, в принципе, нужно быть очень большим фанатом липа, чтобы носить этот аромат на каждый день. Потому что, ну, слишком реалистично сделан. Прям. Ну, хотя, если вам нравится липа, то почему нет? Ну, мне кажется, что вот если мы берем, например, апельсиновый цвет, либо вишневый цвет и липовый цвет, то липовый цвет из этих трех будет сложнее всего носить каждый день все-таки, потому что он более яркий, он более настойчивый. А так этот аромат очень-очень-очень интересный. Следующий аромат, это аромат от бренда, который мне понравился сильно. Это для меня была, это для меня бренд открытия. Я как-то очень быстро, мне кажется, что-то говорю. У меня уже не так мало, не так мало, не так много осталось ароматов. Что-то я голубом очень сильно. В общем, ладно. Лейбл называется этот бренд. Это бренд открытия для меня. И он называется Lily and Tangerine. Здесь у нас Tangerine, Лилия, Жасмин, Лимон, Магнолия, Фиалка, Роза, Мускус, Сандал и Амбра. Вот это то, что есть в этом аромате. Для меня это прежде всего, вот как написано здесь, Лилия и Танжерин, вот для меня это есть. То есть, когда мы брызгаем первый раз, ощущение такое, что, знаете, вот Танжерин. Кто-то около вас, кто-то сидит и чистит Танжерин. Вот такое вот ощущение. И плюс Лилия. Лилия, она здесь есть, она здесь довольно индольная. Если вы знакомы с Лилией, вы знаете, что Лилия это всё-таки непростой цветок. Лилия, она бывает токсичная, даже могу сказать это слово. Токсичная, она бывает назойливая, она бывает болеголовная. Потому что очень часто даже от Лилии, от цветков Лилии болит голова. Вот в этом случае, как мне кажется, нет. Вот эта Лилия, она всё-таки её немножечко примял Танжерин. Он сделал её более удобоваримой для использования. Других нот, которые здесь. Да, белая цветочка здесь есть, но она от Лилии. И здесь есть какая-то такая мягкость. Скорее всего, это фиалка. Это фиалка, то есть прекрасный аромат. Для меня это всё-таки больше моноаромат. Ну, моно здесь, конечно, не подходит, потому что всё-таки здесь две ноты головенствующие. Но очень такой, знаете, буквально очень аромат. Лилия, Танжерин. Вот здесь я это нахожу. И мне это очень-очень нравится. Цитрусы я люблю. Лилию я тоже очень люблю. Поэтому для меня этот аромат очень интересен. Следующий аромат, это для меня аромат открытия. Аромат открытия, я уже это не один раз сказала в этом видео. Это турецкий бренд, который называется Аттар Альхас. Я бренды турецкие, бренды из Дубая, Омана. Ну, в общем, Средний Восток. Я не... Во-первых, у меня просто негде особо их тестировать. Их, конечно же, можно купить онлайн. И их можно прислать. Но я никогда этого не делаю. Почему? Потому что я знаю, что подобные ароматы, они довольно сильно... Сильно имеют ноты в себе таких ароматов, которые мне не нравятся. Сильная роза, сильный ут, сильная амбра, сильный мускус. То есть они очень-очень яркие. Они очень восточные. И поэтому я предпочитаю не рисковать и покупать те ароматы, которые мне нравятся. Те бренды, которые я более-менее знаю, что там, что, чего ожидать. Даже, кстати, из тех брендов, которые я прекрасно знаю, которые у меня есть, некоторые ароматы тоже покупаешь вслепую. И приходит то, что ты совсем-то не ожидал. Аттар Альхас. Аромат называется Эсквиз. Значит, что в этом аромате? В этом аромате очень интересная пирамида. И этим мне этот аромат очень понравился. Значит, лукум, малина, зазахаренные фрукты, розовый грейпфрут, лист черной свородины, розовая роза, цветок вишни, вареное и сгущенное молоко, шафран, белый мускус, фисташки, древесные ноты, ваниль. Много всего. Роза здесь есть, шафран здесь есть. Но из-за того, что здесь очень много всяких нот, сладостей много, я не розу как такового, не шафран как такового не слышу. Что же я слышу? У меня такое ощущение, что, знаете, это не десерт, как, например, было вот в Zero Molecule. Это тарелка. Это тарелка, на которую вам взяли и положили. Немножко лукума, немножко малины, немножко захаренных фруктов, розовых грейпфрутов, сгущенного молока, фисташки, ванильный соус. То есть это не десерт один, а это сборище всяких вкусностей, всяких сладостей. Этот запах сладкий, это аромат сладкий, но он не очень сладкий. Это не крышесносно сладкие ароматы, каким мы знаем, могут быть восточные. Очень удобно варимый, удобный в ношении, в восприятии аромат. Ничего здесь такого страшного в нем нет, чем он мне. И понравился он сладкий, но он не слишком, не чересчур сладкий. Ноты здесь для меня, для моего носа, который совершенно, у него обычный нос, обычного человека, который любит нормальные, понятные ноты. Здесь нормальные, понятные ноты. Здесь нет этого восточного такого вайба. И, в общем, мне это очень-очень нравится. Хороший. Хороший аромат. Если бы я не знала, что это Атар Альхас, что это турецкий бренд, я бы никогда не сказала, что это турецкий бренд. Я бы сказала, что это какой-то просто европейский бренд, который сделает аромат. То есть это такая, знаете, очень объевропейная версия. Кстати, очень мне было интересно тестировать ароматы Кажал. И вот у них тоже очень много ароматов именно объевропейные, абсолютно приемлемые для нашего носа ароматы. Следующий аромат. И это... Секунда. Что же это у меня такое? А вот. Аромат, который называется Боха Бохо. Это аромат польского бренда. Это для меня тоже было открытие. Этот аромат и этот бренд. Этот бренд в целом. Здесь у нас вишня, ликер, еще раз, вишня, клубника, карамель, турецкая роза, бобутонка, ваниль, сандал и ветивер. Классный аромат. Мне он очень понравился. Я вообще очень люблю вишню. И знаете, моя любовь к вишне, она не началась сегодня. Но, грубо говоря, мы знаем, что вишневые ароматы, они в моде, они... Все их любят уже как бы какое-то время, да. Три года, три-четыре года. Но моя любовь к вишне, она началась не три, не четыре года назад, а лет двадцать назад. Я всегда была поклонницей вишневых ароматов. Да, здесь есть ликер. Ликер, как обычно, я... Ну, как правило, я не люблю ликерные ароматы, алкогольные ароматы. Я люблю все-таки пахнуть ароматом, не люблю пахнуть алкоголем. Я люблю, когда мои ароматы алкоголем не пахнут. Но здесь, здесь это больше, знаете, такое вот... Есть конфеты, которые называются мой шерри. Это шоколадные конфеты, а внутри ликер и вишня. Вот оно пахнет так, только без шоколада. То есть, это вишня в ликере, и у вас есть полное, полное ощущение того, что это действительно вишня в ликере. Что это такая вот очень вкусная какая-то штука. Очень красивый аромат, нравится мне. Сладкий, вишневый, такой вот ликерный. Алкогольный, тем не менее, у меня не возникает ощущения, что у меня окунули в чан с этим, с начинкой от Моншери. Поэтому мне этот аромат, если честно, очень понравился. И сам флакон мне, кстати, тоже очень нравится. В общем, для меня этот аромат просто-просто прекрасный. И завершаю я еще одним ароматом с вишней. Нежданчик. Этот аромат от бренда, который называется Театро Фрагрансе Унике. И вот, вишня, сам аромат называется Черезия. И что у нас есть в этой Черезии? Лист инжира, бергамот, миндальное молочко, вишня, горденья, палисандр, турецкая роза, баба и тонка, сандал, мускус и ваниль. Вот что у нас есть в этом аромате. Я довольна очень этим ароматом тем, что это вишневый аромат. Но он и зеленый тоже этот аромат. Я здесь ощущаю свой вот любимый лист своей любимой фиги. То есть, вот этот аромат, он из-за вот этого листа фиги, из-за зелени этой, он не скатывается в еще один вишневый аромат. Это вишня, но она зеленая вишня. Она сладкая, но вот этот зеленый лист, который у нас только в начале прописан в нотах, но, тем не менее, я его слышу до самого конца. Вот эту вот зелень, эту прекрасную зелень, вот эта миндаль, вот эта цианидность чуть-чуть. Классная, очень-очень классная штука. Сладость есть, но это не сладкая вишня. Это совершенно не такая вишня, как была вот в аромате Боха-Боха. Это две совершенно разных вишни, совершенно разные. Вот один полис и второй, они никак не встречаются. Классно, вот прям классно-классно все сделано. Я помню, кстати, на выставке стенд этого бренда, театра фарганцы Умники, у них еще и есть ароматы для дома, ароматы для тела, и у них есть вся вот вся гамма вот из этой серии. То есть, у них есть освежитель воздуха, вот эти палки, которые потом в ароматную воду в эту ставить нужно. Потом у них есть кремы для тела, гели для душа, вот это все. И вот все вот это с этим запахом. Запах этот, он просто классный. Вишня прям классная, сладкая. Кисло-сладкая, ее чувствуется, ее видно, ее слышно. В общем, я от этого аромата в восторге. И от того, что было от Боха-Боха тоже, это совершенно, как я уже сказала, два разных аромата. Тем не менее, они мне оба нравятся. Вот, это то, что я вам хотела показать. То, что я вам хотела рассказать. Все эти ароматы мне нравятся. У меня есть еще другие ароматы. Не значит, что те остальные ароматы мне не понравились. Естественно, мне все нравится. Но у этих как-то, мне кажется, больше шансов, чем у всех остальных именно стать флаконом. Если вы знаете эти ароматы, пожалуйста, напишите мне. Если вы их тестировали, напишите мне. Если они у вас есть, напишите. Если вам они не нравятся, напишите мне просто вдвойне, потому что мне же нужно знать и подводные камни тоже, этих ароматов и этих брендов. Вот, на этом всё, я с вами прощаюсь, я вам желаю хорошего дня, замечательного настроения, хорошей среды. С вами мы увидимся в воскресенье, и да, я таймстемпы оставлю внизу, фотографии я не прикрепляла, если вы уже здесь, вы знаете, что фоток я не ставила, но таймстемпы все оставлю внизу с названиями ароматов, то есть вы всё увидите. На этом всё, пока!